привет ребят попробуем сегодня провести эфир днем посмотрим как будет днем с интернетом вот возможно если будет все хорошо то может быть переберемся на день сегодня я бы хотела с вами поговорить о вопросах которые часто задаваем и и первый из них из этих вопросов это что будет марафоне деньги это просто сколько он будет проходить по времени как быть если не успеваешь будут ли домашние задания он будет проходить семь дней этот марафон будет скорее всего вечером эфиры будут эфиры будут проходить вечером да там будут домашние задания но эти домашние задания могут даже выполнять ребята которые будут проходить эфир и в записи и которые будут покупать его уже когда он закончится тоже в записи то есть он такой как бы немножечко универсальный что ли да но там не будет у нас никаких карт желаний там у нас не будет различных моментов что прийти в автосалон помедитировать сходить к застройщику почувствовать как ты живешь в этой квартире нет ребята это немножечко будет не про это я все-таки больше делаю упор на науки мне это больше нравится и мне это мне это понятнее вот так сказал который я конечно же могу красиво говорить и на всякие философские темы безусловно от этого никуда не деться но тут нужно понимать что тут помимо того что мы помимо разговоров до некоторых людей не выводят на разговоры какие-то темы какие-то ситуации и с разговоров он перепрыгивает во что-то новое во что-то в другой образ жизни там ну много вот этих моментов да бывает но для меня разговоры становятся более глубинными после того как я понимаю как работает мое тело мое тело это все что я могу здесь иметь в этой плотности и это действительно так и когда ты понимаешь как работает твое тело тогда через свое тело ты можешь преобразовать тот мир который 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 находится на твоей же ступени то есть ты его можешь сделать таким чтобы твоему телу твоей душе было очень комфортно здесь существовать здесь жить и мы будем я буду все-таки немножечко углубляться как работает наши внутренние органы почему они могут работать так или так что вам это дает где отследить какую-то какую-то нейронную связку чтобы выстроить ее под свой алгоритм желаний и и вот наверное вот на этой базе будет более понятно для кого-то не для всех всех разные входы и выходы в иные состояния но те кто смотрит меня наверно 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 им этот способ ближе вот поэтому через то как устроена наша физиология что нам нужно сделать с нашей физиологии чтобы раскрутить ее в таком алгоритме чтобы вы могли комфортно получать те блага которые действительно будут для комфорта вашего чтобы вы расширялись вот вот про это будет марафон так второй вопрос тоже достаточно частый ребят если у кого-то есть вопрос вы тоже пишите я на них с удовольствием отвечу второй вопрос достаточно частый почему морозит на чистых днях то есть большинство привыкла что чистые дни это как раз жар да но жар это что я уже ребята мне однократно говорила и у меня это достаточно подробно информативно рассказано в марафонах касание вечности и в 21 дневном марафоне и 40 дневном марафоне который точно также можно приобрести в записи и рождение аватара я тоже там говорила про то что происходит с нашим организмом там он больше был нацелен на анатомию человека вот естественно проекта там тоже было сказано потому что морозит на сухих днях это когда очищается кровь это повышение в крови концентрации азотистых продуктов белкового обмена это главным образом креатина и мочевины вот и самой частой причиной выступают болезни вызывающие на решение нарушения выделительные выделительной функции почек различные также азотемия может наблюдаться при злокачественных новообразованиях об этом тоже нужно не забывать и содержание содержание мочевины и креатина они определяются при проведении биохимического анализа крови который вы тоже можете сделать вот и что же такое когда у нас очищается кровь давайте вернемся опять к нашей любимой анатомии как состоит у нас наш организм то есть что такое в первую очередь что такое загрязнение крови в первую очередь это когда вы живете не по сердцу вы понимаете что вы делаете правильные вещи вы про ним понимаете что с вами происходят те моменты которые вы сами же себе вроде бы привлекли свою жизнь какими-то правильным действием вы всем помогали вы может быть делали какие-то восхитительные поступки восхитительные дела но здесь у вас нет облегчения вы чувствуете что вы как будто как несете на это такая поговорка есть несу свой крест у меня мамочка очень любила это говорить твой это мой крест мы к этому вопросу с вами еще вернемся сегодня вот и это как раз о чем это о том что ваши желчные протоки они просто встали желчные протоки встали это даже еще желчные протоки встали это когда еще печень в достаточно хорошем состоянии вот но желчные токи уже плохо справляются а что это значит если они плохо справляются если они плохо справляются то значит у нас почки перестают фильтровать так кровь как бы как бы нужно было нашему организму то есть надпочечники не могут вырабатывать столько столько гормонов чтобы переработать те литры которые проходят у нас в за 24 часа у нас за 24 часа через почки проходит 200 литров ребят 200 литров воды вот назовем воды да так жидкости естественно если надпочечники плохо работают то у нас страдает вся мочево-делительная система то есть мы когда не позволяем себе жить то как нам хочется не позволяем жить так как себе хочется чаще всего мы нам очень сложно принимать принимать какие-то подарки принимать благодарность принимать комплименты ведь знаете я сегодня когда выписывала вопросы я последний вопрос которому я обращусь я такие вопросы никогда раньше даже не озвучивала не озвучивала я о них не говорила потому что мне не удобно на них говорить я не могу я до сих пор мне достаточно сложно принимать какие-то комплименты то есть когда меня там хейтят меня обливают грязью в комментариях я думаю слава богу то есть хуже значит я уже не могу быть все сказали все сделали значит все замечательно вот и это один из основных моментов что нам часто очень бывает где-то обидно но легко принять когда нас журят а когда нам говорят что-то приятно там хорошо сегодня выглядишь ты там классно одеваешься прибрался хорошо водишь машину хорошо замечательная мама лучшая жена великолепный папа там много-много всего мы вроде как бы да но если это один человек сказал а если нам сразу же это 10 говорят у нас физиология не принимает это вы начинаете краснеть белеть потеть да все что угодно представляете как мы это принять не можем мы рассчитаны на боль нам это тело дано для ощущения боли только через боль мы можем воспринять какие-то благостные вещи и у меня есть подруга которая любит весь мир вот она вот прямо она и и смотришь ее stories у нее все хорошо у нее ромашки цветут море сегодня такое мокрое вы не представляете а солнце то как она светит и воздух сегодня представляете я вышла на воду на улицу там воздух воздух это же такое чудо и вот она вот вся вот таких вот ромашка но периодически ее выбивает ее выбивают какие-то элементарные простые банальные вещи и она прям плачет она не может у нее душа разрывается от каких-то вещей и это говорит о чем это говорит о том что мы вот в этом вот дисбалансе самих себя находимся то есть мы также продолжаем не любить себя принимая извне любовь от моречка от солнышка от любимых людей от еще кого-то нам нужно это любовь нам нужно что кто-то нас обнял что кто-то еще потому что я не есть это любовью то есть ты ее готова и отдавать вроде также вот прям всем раздарит ли я всех люблю есть но ты же и раздарить ее только хочешь потому что ты понимаешь что им она также нужна как тебе потому что в них ее также нет как и в тебе нет понимаете и наши почки встали все они не могут переварить это они не могут взять что им отдать если они не могут взять они могут взять эти 200 литров воды чтобы отдать мочевую в мочевыводительную систему а если у нас вся мочеполовая система уже со скрипом там нет столько жидкости то начинаются появляться песочек песочек из того что начинает просто он начинает просто задирать ту слизистую которую они как-то хотя он должен просто эту воду гнать просто воду гнать и вода это не обязательно которую вы пьете ребят вода это который вы можете дышать и начинают появляться у нас вот эти вот все наши неприятности смочевыводительной системы и что у нас начинает у нас начинается выброс быть в кровь выброс в кровь отсюда у нас больные больные суставы особенно наши коленочки и поясницы это же вообще просто что-то с чем-то а шея когда некоторые люди вот так вот только могут повернуть и все и и не могут дальше или только в какую-то одну сторону это все мочевыводительная система все что связано с нашими суставами это все начало водительный мочевыводительной системы и поэтому у нас кровь начинает чиститься на сухих днях вот таким образом и когда кровь начинает чиститься то начинается холодить то есть когда горит все это вы выгорает все болячки все говно которое внутри особенно в кишечнике все что ну много в каких органах там у нас есть и я про это тоже говорила не буду к этому возвращаться виктор да твои три подписчика на месте я вас обожаю ребят да поэтому вот так вот чистится кровь поэтому когда холодит это тоже очень хорошо и очень хорошо если вы не можете например согреться например совсем не комфортно сделайте контрастный душ заканчивать обязательно холодной водой а если вы привыкли к холодной воде то идите конечно же в холодную воду и когда наше тело почувствует холод извне если вы будете кутаться вас так и будет холодить а когда почувствует холод извне то сигнал в мозг мозг сигнал вернее даст в тело что холодно надо греться и пойдет разогревание вот пойдет разогревание но и конечно же ребятки эфирные масла от них никуда не денемся мы вот маслицем либо эвкалипта либо лимонного эвкалипта либо мяты это обязательно икры растереть паховые области растереть где лимфатические узлы здесь лимфатические узлы да их прям можно размять знаете как хорошо размять берете кулачок и между подмышкой и груди вот сюда вот сбоку ставите два кулачка и так сдавили разжали сдавили рожали их прям массировать не надо сдавили рожали и тоже очень хорошо лимфатическая система запустится на то чтобы выбросить все говнище с вашего организма икры помазали обязательно помазали запястье и ножки конечно же ножки помассировали и пальчики прям раздвинули особенно большой пальчик на ногах да прям во все время каждая каждый раз двигайте все время чтобы чтобы не было этой косточки косточки это из-за неправильной обуви потому что но правильную обувь ребят купить не все могут это вот этот босоногая обувь да она самая-самая дешевая насколько я знаю от 8000 и если взрослый еще себе может позволить что он будет знать что он там лет десять ее проносит да то ребенку на один сезон даже не на год она один сезон но просто финансово не каждый себе позволит и мы ножки портим деткам прямо с рождения если нет возможности купить правильную обувь то ребятки покупайте и девочки конечно будут не очень хорошо потому что им все хочется немножко миниатюрненькая там ножки длинненькие там еще что-то но парням это проще покупайте хотя бы на размер больше чтобы она была очень свободная это тоже очень важно что-то я ушла до обуви да да что что нужно помассировать вот особенно сочи ей дышать больше 80 процентов да да сочи это вообще он занесен в книгу рекордов гиннеса как единственный город россии который имеет тропический климат он действительно очень влажный и те кто приезжается но вообще когда приезжают сюда они приезжают сначала в адлер да если на самолете на поезде суда на поезде видите потихонечку нежный переход поэтому и так не чувствуется если на самолете кто-то прилетает особенно они сначала в адлер прилетают вроде бы все нормально вот в сочи когда приезжаю особенно летом него просто вообще тут 100 метров пройти ты уже мокрый от того, что влаги много. Ты не столько вспотел, сколько очень много влаги, да. В Сочи прям очень много влаги. И вот у нас ребята, которые уезжают из Сочи, ну, например, тут пожили какое-то время, да. Вот у нас девочка сейчас уехала, которой на гамаки ходили, великолепная девочка. Уехала к себе. Говорит, в течение, буквально за два дня она прям стала абсолютно другая. Отёк с лица, с тела, сошёл достаточно, который держался просто уже как будто бы так оно и должно быть несколько лет. То есть в Сочи всё-таки если употребляете какие-либо специи, тем более такие, как соль и сахар, то становится нормой отчёточность тела. Она такая небольшая, вроде бы как будто бы ты такой есть. А по факту если убрать хотя бы специи или уехать на несколько дней там в другой какой-то город, то прям отёчность спадает. Это есть. Так, очки и зрение. Почему я хожу в очках? Ребят, я... У меня зрение стопроцентное. У меня есть вот такие вот очки. Мои любимые. Они с хорошими стёклами. Это компьютерные очки. Это... Я много работаю. И когда я сижу много за телефоном либо за компьютером, я стараюсь их одевать, чтобы глазки не болели. И когда я веду эфир, я тоже иногда одеваю, потому что я же веду с лампой. Вот видите, вроде светло, а я сейчас села, и меня практически не видно. То есть я не могу куда-нибудь подвинуть стол, чтобы меня было видно. Я даже здесь включила лампу, но она вот отражается в лампах, и я как этот. Вот. Поэтому это просто очки. Это не имиджевые. Это для компьютера и для ламп. Ну, мне не нравится просто, что лампы отражаются. Так бы было... Они разгружают глаза. Вот и всё. А зрение у меня нормальное, стопроцентное. Так, дальше. Отёки после сухих дней. Отёки после сухих дней, ребят, они у многих бывают. И на сегодняшний день же у меня уже очень большой опыт с ребятами, с которыми мы ведём марафоны, с которыми мы заходим на сухие дни. Множество тех моментов, которые не совсем благоприятны, как я сейчас уже понимаю, действуют. Но многие же говорят, да, что вот чистка перед сухими днями, заход на чистые дни через магнезию. Это великолепное средство, ребят, я вам правда говорю, потому что магнезия, она прям... она не ЖКТ чистит, она вытягивает... она прям вытягивает вот эти вот соли, тяжёлые металлы, и вам легче на сухих днях. Но дело в том, что когда вы пьёте магнезию, вам нужно пропить очень много воды, чтобы это всё вычистилось. И вот если вы на следующий день выходите на сухие дни, то ваши почки ещё, они как снежный ком, ещё какой-то день-два работают достаточно хорошо, потом видят, что жидкости столько нет. То есть её раз обрубили, было много, ну там 2 литра, да, вот в этот день, если не больше, а потом раз и обрубила, и они уходят на... в таком непонимании уходят на тот период, чтобы застопориться. Всё. И когда вы выходите с сухих дней, они начинают у вас не сразу включаться. Во-первых, физиологически, а во-вторых, идёт сигнал мозга, что нам нужно про запас воду, могут опять резко вырубить свет, резко вырубить воду. Вот. И они... Вы начинаете отекать. Почки не так быстро запускаются. Что делать? Как это изменить? Ну, во-первых, очень хорошо, если вы почистились магнезией, а на следующий день вы ещё денёк побудете на жидкости. Но это не просто жидкость, это уже ни в коем случае не травы. Ну, лучше не травы, не в том, что ни в коем случае, никаких у нас прям жесткоча, никакого нет, да. Это вода и лучше с несколькими капельками эфирных масел. Кто какой фирмы употребляет, кто знает, кто не знает, вы можете сами посмотреть. Я сейчас пользуюсь дотеровскими, они мне очень нравятся, потому что у меня сильные реакции идут на что-либо. То есть я даже вот к косметологу ходила, она делала мне масочки, и у меня везде повлазили... Здесь вот плохо видно такое. Здесь прыщичек, здесь прыщички. У меня всё равно идёт реакция на какие-то вот такие вот вещи. Поэтому я много масел перепробовала, потому что когда вы находитесь без еды, то запахи, они для вас становятся вот этой едой. И иногда хочется прям что-то такое концентрированное. Я вам рассказывала, что я когда только начинала, ну не начинала, вернее, когда вот у меня был, были первые месяцы, вот когда я сейчас вот уже отказалась от пищи, то мне очень хотелось апельсинового запаха. Я детям покупала по килограмму по два апельсина, и им сидела, чистила, пока они мне уже через минуту сказали, они говорят, мама, мы больше их не можем есть. Я их чистила, наслаждалась. Но у меня прям все, знаете, когда чистите руками, ну под ногти залазят, аж болели ногти у меня до такой степени. Мне прям так хотелось этого запаха. Но я тогда не могла себе по деньгам позволить, ни о какой дотере вообще речи быть не могло. То есть я могла какие-то аптечные, недорогие, там за 50, тогда они 50-70 рублей стоили вот эти вот масла. Но там столько химозы. Это уже на нескольких месяцев очень чувствуется. Поэтому есть в дотере, прям есть масла, которые перезапускают, регенерируют клетки. Если, ребят, будет интересно, пишите, я отвечу на эти вопросы. Не буду сейчас ничего рекламировать, ничего запускать. Я просто говорю свой опыт. И если кому-то интересно, то я, конечно же, с удовольствием отвечу. И вот несколько капелек, там буквально на литровую, полутора литровую бутылку, ну на литровую, да, вот у меня есть, ну они, по-моему, не литровые, или литровые, у меня есть бутылочки две для сыновей. И я им туда на литровую бутылку обычной воды с фильтром, просто у меня обычная вода, с фильтром, если у кого-то есть там какие-то новомодные, вот, наверное, классно, но я, если честно, такие даже не пробовала. Вот. Я туда просто делаю две-три капельки эфирного масла. Оно не чувствуется. Они пьют как будто бы воду, но ваш организм перезапускается. И вот на следующий день после магнезии, если у кого-то отёки, один денёк посидите вот на такой водичке. Просто не надо много. Если вы чувствуете, что вам попробуйте пол-литра воды разбить. Если вы в тот день пили больше двух литров, то литр воды водичкой прочистились вот с этой вот, в течение дня попивая. Если вы будете литр в течение дня попивать, то ваши почки, ну, то есть сначала там, ну, например, через каждые полтора часа там по 100-150 грамм, вот такими небольшими порциями. И на следующий день уже после водички уже можно заходить на сухие дни. Но выходить нужно обязательно на полынь. И, ребят, я тоже рассказывала, почему. Почему на полынь? Потому что вот эта вот горечь, полынь, мёд и лимон, горькая, кислая и сладкая, они действуют на нашу гладкую мускулатуру, расслабляюще. У нас нет спазмов и нет судорог, когда мы выходим с сухих дней. Это первый момент. Я тоже в марафонах объяснила, почему так. Я всё досконально объяснила, что у нас происходит с организмом. И за счёт полыни у вас нет отёка, то есть жидкость не остаётся в межклеточном пространстве, и почечки потихонечку запускаются. Но вы пьёте точно так же потихоньку, то есть вы один день выпили вот эти вот пол-литра полыни, и в этот день вы ничего не пьёте. Вы можете съесть через какое-то время, не раньше, чем через час после того, как выпили. Например, авокадо или пол-авокадо, смотря какие у вас габариты. Лучше не сладкое, не банан, ничего. А вот авокадо – это просто полезные жиры. И ваш организм даст команду, что он, во-первых, насытился, он жирный, наелся. У вас не будет срыва на еду на следующий день, и тогда отёчности у вас не будет. Ну и, конечно же, ребят, моё любимое упражнение – это пяточки. И я всё-таки, наверное, как-нибудь сделаю какой-нибудь, я не знаю, во что это будет формат, свои любимые упражнения, которые я стараюсь делать прямо почти каждый день. Они очень простые, их можно миксовать, чередовать, но, конечно же, в первую очередь – это дыхание. И особенно утречком. Утречком никто же не беспокоит. Утром все спят, ну там до шести, до семи же все спят. А вот часа в четыре, в пять, в четыре особенно мне очень нравится, в четыре, в три ещё. Не такой воздух, а в четыре он прям… Он звенящий, он такой насыщенный, он вот воздух – сама роса. И вот на этом воздухе, если кто-то может в квартирах живёт, просто форточку откройте. Не знаю, сейчас форточки есть или нет. Вот у меня по старой памяти уже форточка. Может быть, окошечко откроете. Может, у кого-то есть возможность выйти на улицу. И вообще три подхода дыхания, они занимают 10 минут. Но три нужно делать. Я делаю больше, потому что… Но мне это просто нравится. И остальные там какие-нибудь упражнения. Вот. Так, ещё вопрос, следующий. Твоё, мама, мы это уже не можем есть. Всегда такое смешное. Маму штырят от апельсинов. Она сидит на чай детям. Очень понимаю тебя. Да. Горькая, кисло-сладкая. Слышала от вас такое. И сладкого не было. Не больше ложечки мёда. Да-да, ложечка мёда, но вполне… Если вы не чувствуете вкус сладости, это не говорит, что сладость в вас не попала. У нас у всех разное восприятие. Вы это прекрасно сами знаете, да. И, например, кому-то даёшь какой-то там, ну, например, фрукт. Ты говоришь, какой он сладкий. А другой чувствует, говорит, блин, у меня как-то не очень. Или даже самое банальное. Чай, да. Один может без сахара пить, один с одной чашечкой… Ой, ложечкой. Ложечкой чай. Ложечкой сахара. А другой с кружечкой. С кружечкой сахара и ложечкой чая, да. Вот. Поэтому здесь у всех такое по-разному. Кто в хрущевках форточки открывает? Да, но только уже и в хрущевках поменены на пластиковые окошки. У меня, кстати, у сына в комнате у него деревянное окно. Ну, тоже такое же, как бы, как нового поколения, или как они называются. И вы знаете, прям по-другому. Но здесь просто, если я сейчас закрыла, чтобы не было лишних шумов, у нас там и собаки, и лягушки, и чего только нет за окном. А так у нас они тоже всё время открыты. До пола окошки. Вот. И у нас мы практически на улице живём. Я в своей комнате, я практически на улице живу. Потому что пластик, он всё равно чувствуется. И потом тоже это будете чувствовать. А к сыну заходишь, у него даже, если, например, душно в комнате, то у него просто душно в комнате. У него нет вот этого вот такого запаха клея, что ли, вот такой вот, как мне почему-то кажется, что такое как раз растопленный пластик. Всё время кажется, когда пластиковые окна. Но это моё восприятие. Может быть, одно просто где-то там. Вот. Так, про мышцы. Как, что делать, чтобы были мышцы на сухих днях, на каком-то малоедении? Ну, опять же, ребят, поговорим с вами о том, что для качественных мышц нам, конечно же, стоит обратить внимание, опять же, на наши клетки. Никуда мы без них. И тела клеток спинномозгового монотейрона и интернейрона, выращенных из эмбриональных стволовых клеток. И эти две клетки, они образуют синапсы друг с другом, что приводит к спонтанной активности, которая важна для созревания моторного нейрона, чтобы он мог контролировать движение. и это, опять же, о том, что как только мы погружаемся в анатомию нашего тела, как только мы понимаем, какая клетка, откуда произошла, что нам для этого нужно, то тогда вот этих вопросов не возникает. И тогда не возникает у человека, например, такой момент, что откуда брать белок. Но если мы разберём наше тело, то мы чётко будем понимать, что 80% белка для нашего тела, то есть это вполне достаточно для простройки любых мышц, любого каркаса скелетного, мышечного, сухожильного, достаточно эти 80%, которые регенерируются мозговыми клетками. То есть мозгом мы белок запускаем в голове, не через желудок. И для всех, для вас такой банальный пример, что когда ребёночек рождает, созревает, да, эмбриончик, что он ест? Пельмени с мамой. Он питается, во-первых, через кровь, которая поступает у него в тело, образовывая новые клетки через нейросистему, которую тоже можно будет разобрать, если прям очень захотите, которая и создаёт все эти, в том числе и белковые соединения, из которых он состоит. А потом мы, конечно же, говорим, как бы, ну, организм, ты как бы встань там на это, на репитер. Вот что делал, то вот всё, как бы достаточно, я всё сейчас сам буду делать. Сейчас тебе и белок дам, и жиры дам, и воду дам, всё тебе дам. А ты не можешь это переварить? Ты начинаешь стареть, стирать? Что ты начинаешь делать? Вот. И поэтому вот у нас такие результаты. Так, следующее. Одному даешь садки фруктов, у другого рецептора, видимо, совсем забитый. Про это он и не чувствует. Поэтому он не чувствует. Да, пока смотрю, тебя уже реклам 5 посмотрел. деньги. Не знаю, что такое. Вот. Так, следующий вопрос. Светлана, вы говорили про построение ретрит-центра. Как у вас продвигаются с этим дела? Ну, вы знаете, ребят, не очень продвигаются, как бы было несколько предложений, которые не очень актуальны, они как бы были рассчитаны изначально. Ой, Светлана, вот это, вот это. Вот всё для блага человеческого. Вот прямо зуб. А начинаешь, когда разговаривают, ты понимаешь, что ты, если идёшь в контакте с этим человеком, то ты просто прилипаешь по полной «не хочу», подвязываешь себя именно под денежную какую-то… То есть ты как будто бы ведёшь коллаборацию, переворачиваясь в денежный аспект. И это уже не про то, что я имела в виду. И, наверное, всё же это не совсем ретрит-центр. То есть я хотела, я хотела, думала, чтобы показать людям, что можно жить и так, и так, и так. Но я понимаю, что это нужно единицам. Мы на этих единицах, наверное, не особо-то и выедем. Вот. А если говорить о ретрит-центрах, где мы будем рассказывать красивые речи, ну, вы знаете, достаточно много уже ретрит-центров, и достаточно много людей, говорящих голов, и очень красиво-говорящих голов, и очень красиво-говорящих о всяких просветлениях, о пробуждениях, о чём-то таком вот прям возвышенном, божественном. И это классно. Но у меня немножечко другая задача. У меня задача, чтобы человек не просто тебя послушал, не просто что-то осознал, а чтобы он научился пользоваться тем, что ему дано в этой плотности. В этой плотности ему дан величайший дар, просто величайший дар, это его тело. Большего у тебя ничего нет, только твоё тело. И вот этот вот дар тела, как бы ты благостно не думал, как бы ты благостно не жил, ты его потеряешь, потому что ты им не пользуешься. И поэтому я, наверное, больше и ушла в науку, чтобы через понимание, через восприятие, через сознание, через наше тело, чтобы вы поняли все процессы этого мира. И чтобы такое было, я, наверное, бы с огромным удовольствием открыла бы большую лабораторию, большую лабораторию, где бы я уже не как приглашённый какой-то человек мог приходить, да, как сейчас я, например, делаю, меня приглашают в какие-то лаборатории на какие-то единичные эксперименты. Они великолепны, конечно же, но я всё-таки хочу, если бы это было что-то с постоянным доступом. Это не обязательно должно быть моё, мне ничего не надо, поверьте. Это должно быть с постоянным доступом, чтобы это можно было действительно делать не эксперименты, которые просто на мясе, а исследования. Исследования для понимания, для лучшей передачи знаний. Вот так бы я сказала. То есть я знаю многие вещи, но передать мне их достаточно сложно, потому что я их знаю с другого уровня. И мне, чтобы передать вам, мне нужно их сначала перевести на медицинский язык, что я сейчас и делаю. Я просто погрязла уже в этих книгах и во всём вот в таком. У меня уже в друзьях профессоров больше, чем обычных людей. С ними интересно всё. Но я понимаю, что без этих знаний мне очень сложно передать вам, насколько вы могущество этой планеты, насколько от каждого из вас зависит эта планета, которая на сегодняшний день сошла с орбиты. Вы прекрасно это, наверное, знаете. Именно поэтому вот у нас вот это вот всё нас штормит, потому что это не наша волновая вибрация. И чтобы встать нам обратно на нашу ось, чтобы пошло по раскрытию, по раскрытию человечества, по раскрытию человечества. И, конечно же, вот что-то на лаборатории, где можно проводить исследования, где можно простым языком показывать, рассказывать то, на что вы способны, то, что происходит с вашим телом, когда вы делаете это, когда вы думаете об этом, когда вы злитесь на это, когда вы будете полностью это понимать, то тогда для вас мир просто по-другому раскроется. Ведь, посмотрите, вы своих животных любимых знаете больше, чем себя. Вы знаете, что, например, если он вот так вот плачет, там, что-то это, он хочет есть. Если вот так вот, то его уже кто-то накормил, и он пришёл к вам ещё и у вас взять. А если так, то он хочет погулять. Если так, то он сейчас точно в туалет пойдёт. А про себя-то почему ничего не знаем? И это, вы знаете, про существо, которое вам ничего не говорит. Вы знаете, только через чувствование любви. Но ведь это чувствование любви в вас. И ваш аватар на вас сидит, а вы его не знаете. И вот после осознавания вот этого человеку не важно будет, сколько он живёт. Абсолютно не важно. 50 лет, 50 лет, 150 лет, или 15000. Когда он будет понимать, что он здесь делает, для чего ему это, он будет здесь оставаться. Не потому, что он заболел, либо умер от старости. Вы знаете, я много всего пересмотрела, и вот я не увидела заболевания старость. Вот, поэтому этого всего нет. Это всего лишь наше невежество. Поэтому я ему, конечно, с удовольствием. Так, я сейчас живу с родственниками, а они вообще традиционного питания. позавчера свинью закололи весь день, разделывали. Всегда, когда они это делают, несколько дней такая жизнь ужасная становится. Да. И от этого никуда им деться. Но это ведь не только их опыт, это и твой опыт. Твой опыт. А почему вокруг тебя такие люди? Для чего тебе они? Так. Я считал, что те люди, кто смотрят тебя из-за границы и смотрят рекламу, то тебе монетизация начисляется. Ой, я не знаю про это, ребят, правда. Я такой профан в этом. У меня есть администратор, он, наверное, знает об этом, но я вот правда не знаю. Так. Что ты думаешь? Ну, я вам скажу, что я с ютуба не получаю. Что ты думаешь о псориазе? У меня на косточках пальцев он, я понимаю, что он исчезнет, если я серьёзно войду в автономию. Ну, ребят, автономия, опять же, я вам говорю, это не пройду, да? Вы сначала понимаете, что вы делаете, а потом у вас срабатывает механизм, что надо вам это или нет. может быть, я это говорю, я это говорю сейчас, со своего восприятия сейчас, потому что, когда я входила в это состояние, я не могла физически есть, я задыхалась, я умирала. У меня не было другого, у меня не было другого пути, поэтому я вот так вот. А если вы будете понимать, что вы несёте в этот мир, что вы делаете через, потому что дар есть у каждого абсолютно. Когда вы развиваете свой дар, свой талант, своё чувствование, вам это просто будет, вы будете расширяться во всех ипостасиях. И это одно из самых важных. Вот, я думаю, что, наверное, если на канале около 100 тысяч подписчиков, да, то, наверное, что-то, какая-то монетизация и идёт. но у меня же мало подписчиков, я не настолько интересна в виде. Вот. Поэтому у меня вот так вот. Что ты думаешь о псориазе? У меня вот, ну и псориаз, это могу сказать, что твой внутренний мир и твой внешний мир, они очень разные и тебе сложно с этим, тебе сложно с этим жить. Ты не можешь совместить один мир с другим, причём у тебя внутренний мир один, внешний мир другой, финансовый третий, духовный четвёртый, то есть у тебя много-много миров, много-много твоего восприятия как что, но воедино тебе сложно соединить. То есть ты вроде пытаешься, у тебя есть это понимание через голову, а потом раз оно куда-то как утекает, ты раз опять пытаешься как бы схватиться за это, схватиться, потом раз, оно опять утекает. Ну такое тоже есть. Очень интересное познавание твоей научной работы. Да, я прям вот думаю, что если это бы всё можно было в научной стадии показать и рассказать, то это бы был просто новый виток эволюции человеческого, человечества, когда мы были бы, когда мы понимали бы, что от чего идёт, почему у нас органы так, почему чувства так, и когда многие начинают говорить, что все болезни от нервов, что всё это просто психосоматика, ну, возможно, но тогда скажите мне, вот у животных, у них отсутствует в мозгу просто это окошечко, они не нервничают, ну, что они нервничают, когда их не покормили, когда уехал, когда уехал хозяин, там ещё, ну, какие-то самые банальные привычки, да, они, у них не, у них просто на привычках ассоциативное поведение, но тогда откуда у них болезни, то есть у них же нет, что там, ой, меня мать бросила в детстве, отлучили от груди, чуть не утопили в пакете в речке, всё, я весь больной, потому что вот моя психосоматика не справилась, но ведь нет, или собака, да, если собака попала в приют, то после приюта брать уже ни в коем случае нельзя, собака, кошка, ещё кто-то, потому что у них же психологические травмы, значит, они будут больны, и ты на ветеринара потратишь больше, но ведь нет, она в благодарность к тебе становится настолько, как мы говорим, боже мой, откуда такая умная собака, вот моя собака, она тоже, но она не из приюта, она из питомника, но у нас была ситуация такая, мы купили дом, ещё на Урале, и поехали за собакой, за щенком, вот, и там нам показывают, что через две недели будут щенки, они стоят там вот такое количество денежек, у них мама-то вот эта там медалистка, папа, вот эта, ты-ты-ты-ты-ты-ты, вот, я говорю, да, у вас так много тут взрослых собак, она говорит, ну, у нас, говорит, есть собаки, которые вот готовятся к выставке, но на выставку, говорит, я уже, говорит, скорее всего, не повезу, потому что дом под снос, ну, в котором питомники, то есть питомник этот под снос, и мне придётся собак, там некоторых даже усыплять, потому что вот есть собака, она прямо выставочная, но ей шесть месяцев, она мне как бы уже не нужна, а продать её, купить её, как бы уже никто не купит, и мы её посмотрели, и вот эти вот прямо глаза, такие родные, но стоила она вот столько, то есть если щенок стоил там, щенок стоил на тот момент 10 тысяч, а наш Жора стоил 50 тысяч, но я просто понимала, что его кроме нас никто не возьмёт, и я его взяла, это умнейшая собака, и психосоматика не сломала её, и когда мы мотались с этой собакой, из одного, потом в третье, она везде за нами моталась, и когда жили вот в такой вот квартирке, где ей не было места, она могла только в коридоре, там в нескольких метрах лежать, и ничего не заболела собака, она не сказала, что нет, всё, у меня и почки отказывают, потому что я не могу от вас принять ничего, и сердце у меня прям никак не хочет ничего воспринимать, и всё, я весь такой разбитый. Но, ребят, надо изучать анатомию, чтобы понимать, как работает психосоматика, я бы так сказала, потому что вся нервная система, она у нас может быть и отключена, а может управлять нами, а может быть в балансе. Когда мы понимаем, что такое нервная система, мы понимаем, что здесь больно, и я туда не пойду. Либо я понимаю, что здесь больно, и это моё расширение, и я туда пойду. Но когда у тебя идёт, это чёткое понимание того, что будет с твоей жизнью от каждого твоего шага, от каждого твоего слова. Очень важно. Света, здравствуй. Есть ли опыт ухода от лекарственной терапии, на которой сидел больше 10 лет? Как плавно уйти от таблеток? Есть, конечно. Я в первую очередь пример. Но я здесь не могу давать каких-то рекомендаций, потому что нужно понимать, что за болезнь, какие таблетки, гормональная ли это терапия, что... Ну, то есть здесь много факторов. Какое питание, какой образ жизни. Так, кто-то назвал бесполезные едыки. Ничего страшного. Псаря знаю, что это про подавленную злость и раздражение. Ну, вы знаете, можно сказать, что у нас всегда, каждый момент времени всегда существует подавленная злость и раздражение. И мы держимся с последних сил. Поэтому это можно подвести под любое заболевание. А лучше разбираться. Почему? Почему клеточная структура выстроилась так, что дала сбой именно на кожный покров? где сбой? Отчего непринятие? Что сыграло это первостепенно? Печень, почки. Как только найдем, откуда пошло, тогда можно будет понять, какой внешний фактор запустил эту программу. как мне подтолкнуться на то, чтобы соединить это финансово, духовно, и другие миры видения. Но, Виктор, об этом я все время говорю с разными... Я думаю, что как только у тебя будет пул достаточный, информационный, он у тебя выстрелит и соберутся пазлы в единую картину. Так. Ну и последний вопрос, от которого я все время бежала. Светлана, вы старше моей мамы приходили с сыном к нам в магазин музыкальный. Видимо, где-то здесь. у вас даже морщин нет. Что вы делаете? Но, во-первых, если все все-таки на моем канале, то вы знаете, что у меня достаточно необычный образ жизни, в котором меньше обременений, чем у других людей. Обременений, я имею в виду наркотических свойств, таких как еда, жидкость и сон. Ну, сон есть у меня минимальный. Ну, и, конечно же, ребят, это никто... Я люблю различные процедуры. Такие процедуры, как холодная вода, море. Я люблю такие процедуры, как массаж. Но массажи тоже очень... нужно очень выбирать, потому что массажи, например, аппаратные массажи, они вам дадут временное улучшение, а потом, наоборот, накроют. ручные массажи, они классные, но чтобы выбрать себе массажиста, ребят, ух, сколько нужно будет посмотреть, чтобы эта энергетика подходила вам, чтобы он не забирал вашу энергетику, не давал вам свою, а просто делал точечно на данный момент для вас, по вашим требованиям. И он обязательно должен быть не просто массажистом, а он должен знать, во-первых, все вектора нашего тела, он должен знать кинезиологию, какая точка за что отвечает, потому что если вы придёте к нему с поясницей, он начнёт вам тереть поясницу, бегите. Сразу же говорю, бегите. Ну и конечно же всё равно хочется иногда подпитать свою кожу, я это делаю с удовольствием, но делаю с удовольствием такие, например, могу дать такую самую простую, самую банальную маску, которую я люблю, которая разглаживает морщинки, там какие-то, ну вот у меня сейчас тут ничего, естественно, нет никакой косметики, но вот такая откоженная, немножко жирненькая, потому что я маслом ещё пользуюсь, всё время пользуюсь маслами, но тоже вы знаете какими. Маска самая банальная, это я её делаю вечером, когда уже никуда не иду, потому что она смывается очень тяжело, потом либо салфеточками вы смываете, либо как хотите, найдёте способ, вот, это вазелин, они, как правило, продаются по 30 грамм, вазелин, несколько капель туда блин, так, извиняюсь, глицерин, несколько капель глицерина, вот, вазелин, несколько капель глицерина, я туда же капила витамин А, витамин Е, и чайную ложечку мёда, всё это перемешиваю, и накладываю я, конечно же, можно на всё тело, можно на лицо, зону обязательно зону декольте для девочек, для мальчиков она тоже достаточно полезна, и 15-20 минут, можно ещё на ручки, чтобы здесь не было никаких морщинок, чтобы ножки, можете на всё тело, вот, 15-20 минут, но потом лучше смыть, потому что всё-таки кожа, она должна быть более нижней, ничего на ней, ну, мне так кажется, ничего на ней особо не должно быть, потому что масла они впитываются, а вазелин с глицерином, он всё равно как бы поверхностно убирать какие-то, поверхностно насыщать будет. Голову это масла, масла у меня постоянно, голова в маслах, если будет солнышко, то маслами пользоваться нельзя, иначе это всё сгорит. Вот, какие-то такие самые больные, дюрины, которые выдают, какие-то YAN- выращивают. Это как-то веселое, как подошёл. Актихи, которые выдают, как уникли now, как-то и другое. как-то, но если я, приём, Продолжение следует...